добрый день с вами капля мы продолжаем говорить о моральном авторитете и власти отца еще одна черта того как и зачем это необходимо одна из заповедей в десяти слове она звучит так почитай отца и мать и продлятся дни твои на земле единственная заповедь с обетованием то есть заповедь подотчетности заповедь подчинения единственная заповедь которая имеет обетование имеет обещание то есть грубо говоря у этой заповеди есть достаточно четкое продолжение воздаяния если ты послушен своим родителям если ты кому-то подотчетен то речь идет о том что для бога ты будешь нужен этой земле гораздо дольше чем если бы ты этого не делал и так когда мы с вами говорим о власти авторитете мы должны понимать что наша подотчетность как отцов кому бы то ни было как в нашей семейной жизни духовной жизни сексуальной финансовой жизни она продляет наши дни на этой земле я думаю что подотчетность намного значительно намного больше продлевает нашу жизнь нежели любые физические упражнения если мы с вами послушны если мы с вами являемся людьми власти которая служит и показывает детям власть которая подотчетна кому-то то мы открываем дорогу долголетию я более чем уверен что секрет кавказского долголетия не в горном воздухе не в хорошем вине если вы были на кавказе то вы обязательно обратили внимание на то что сыновья даже когда они уже находятся в преклонных летах они все еще послушны своим отцам однажды в грузии я видел такую картину она меня очень сильно потрясла один старичок уже достаточно старый он бил палкой другого старичка который был чуть-чуть помоложе и кричал что-то на него этот вы знаете будучи более молодым лет на 20 на если не больше не сопротивлялся он вся его поза выражала смирение послушание он кивал на каждый выкрик старика в итоге старик устал бить его пошатнулся этот тот помоложе взял этого старичка и очень уважительно повел посадил на лавочку принес ему попить и так далее я спросил моего друга с которым мы были вместе что это такое что это за сцена что здесь происходит и он сказал отец отчитывает сына за то что он сделал какое-то неправильное решение вы знаете я подумал что в нашей стране такое просто невозможно нас многие отцы когда дети достигают 16-летнего возраста уже побаиваются даже повышать голос на своих детей делать им замечание там дети послушны и вы знаете я подумал вот о чем если этот 60-летний дед которого его 80-летний отец бьет палкой и он это принимает как власть то у него есть моральное основание прийти к своим 40-летним детям и объяснять им что есть правильно что нет и это и есть наверное исполнение вот того обетования великой заповеди почитай отца и мать и продлятся дни твои на земле может быть вы задумаетесь над этим и поймете что не обязательно жить на на кавказе